Друзья, привет! Сегодня я для вас подготовила 10 забавных фактов о датском языке. Многие из вас наверняка знают английский, а кто-то может быть французский, немецкий, испанский. Но, скорее всего, о датском языке вы мало что знаете. Но если вы тут редкий человек на земле, который учит датский язык, я всё равно постараюсь вас удивить. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как переводятся слова из одной буквы, как правильно читать сложносоставные слова и как указать пол вашего кота. Меня зовут Светлана Герц, я гид в Копенгагене, и на моём канале вы найдёте ролики о жизни в Дании, о датском языке и об интересных местах в Копенгагене. Итак, первый факт. В датском языке огромное количество диалектов. Это может показаться странным, ведь Дания довольно небольшая страна. Тем не менее, люди в разных частях Дании говорят по-разному. И эти различия могут быть настолько существенными, что собеседники из Копенгагена и Южной Узландии могут не понять друг друга. Чтобы вы мне точно поверили, я вам приведу пару примеров. Однажды я была на кинопоказе фильма, снятого в Южной Узландии. И что вы думаете, фильм шёл с субтитрами? Второй пример. Когда по телевидению показывают репортажи из отдалённых уголков Дании, тоже пускают субтитры. Так что вам нужно быть готовым к тому, что в Копенгагене, столице Дании и крупнейшем городе на острове Зеландии, а также в Оденце, столице региона Фюн, и в Орхосе, столице региона Ютландии, будут говорить с разными акцентами. И как вы уже поняли, диалект жителей Южной Ютландии, тех датчан, которые живут на границе с Германией, серьёзно отличается от всех других диалектов. Поэтому, скорее всего, если вы собираетесь там жить, вам придётся заново учить датский язык. Второй интересный факт. В датском языке существует так называемый толчок. Что же это такое? Это явление, когда наши голосовые связки резко смыкаются. Вы удивитесь, но в русском языке тоже есть одно слово, где есть толчок. Это слово «неа». Попробуйте произнести ещё раз вместе со мной. «Неа». Почувствовали это интересное движение? Так вот, у датчан толчок встречается почти в каждом втором слове. И очень важно его правильно произносить. Иначе вас могут не понять. Датчане так привыкли к своему толчку, что если вы игнорируете толчок, они просто будут вас переспрашивать до бесконечности. Что вы сказали? Простите, что вы сказали? Вас может спить толку тот факт, что некоторые слова в датском языке похожи на русские слова. Например, мы говорим «апельсин», а датчане говорят «апельсиин». Но если вы забудете произнести толчок в последнем слоге, скорее всего, вас не поймут. Хочу вас обрадовать. Датский язык не единственный язык, где используется толчок. Также так называемая горловая смычка есть и в британском варианте английского языка. Может быть, вы просто не замечали? Попробуйте пересмотреть любимый британский фильм и обратить внимание, какие горловые звуки они издают. Третий забавный факт – как в датском языке можно показать пол вашего кота. В русском языке все просто. Есть слово «кот», есть слово «кошка». В датском языке есть собственное изобретение. Итак, если у вас кот, по-датски это будет «хэнкэт», то есть «он кот». А если у вас кошка, то это будет «хункэт». Она кошка. Так что теперь вы знаете, как рассказать друзьям о вашем домашнем любимце. Пятый факт. В датском языке вы можете встретить много знакомых слов. Только не забывайте про правильное произношение. Итак, мы уже вспоминали про апельсин. Он звучит как апельсиин. То же самое касается мандарина. Мандарин. То же самое касается картофеля. Он просто звучит как картофель. И на этом этапе вам может показаться, что датский язык очень легкий. Но, к сожалению, это все были счастливые исключения. Есть еще одна хорошая новость для русскоязычных. И в русском и в датском языке есть слова, которые пришли к нам из греческого. Например, у нас это библиотека. Удачан библиотек. У нас аптека. Удачан апотек. Так что благодаря греческому языку вы в городе не потеряетесь. Сразу поймете, где библиотека, где аптека. Шестой забавный факт, как в датском языке называют бабушек и дедушек. Опять же, не во всех регионах, а только в некоторых. Итак, как же по-датски будет бабушка по материнской линии? Это будет МОМО, то есть мама мамы. А как сказать бабушка по отцовской линии? Это будет ФАМО, то есть мама папы. Следуя этой логике, вы также можете сказать дедушка по отцовской линии ФАФА, то есть отец отца. И то же самое касается бабушки по отцовской линии. Это будет ФАМО, то есть мать отца. Если вы будете в Копенгагене, обязательно загляните в кафе МОМОС, то есть кафе у бабушки. Седьмой забавный факт – это как датчане произносят английские слова. Чаще всего они произносят их с американским произношением, никак не адаптируя под датский язык. Это может касаться каких-то терминов, например, product placement. Product placement – это вид скрытой рекламы. Когда, например, мы смотрим фильм, и герой пьет кока-колу. Или он листает сообщения в своем телефоне, и мы видим, что это телефон Apple. В русском языке, когда мы заимствуем иностранные термины, мы их произносим с русским произношением – product placement. Но датчане могут спокойно говорить что-то по-датски, и вдруг – хоп! – и так с американским акцентом product placement. Но так как датчане в большинстве своем очень хорошо знают английский, для них вообще нет проблемы переключаться с языка на язык. Восьмой забавный факт – это датское произношение в целом. В датском произношении очень много разных нюансов. Это и толчок – горловая смычка. Это и длинные гласные, которые нужно тянуть, чтобы собеседник вас правильно понял. А также знаменитый звук – мягкий D, который больше звучит как английский V. Также не могу не вспомнить, что в датском языке более 40 гласных звуков. Все эти знаменитые U, U, O, O. Я действительно считаю, чтобы хорошо разговаривать по-датски и понимать датчан на слух, нужно обладать музыкальными способностями. Давайте вспомним название знаменитого датского десерта. Рокол и флёк. У меня на экскурсиях я иногда предлагаю прочитать название улиц моим гостям, и мы потом вместе смеемся. Вспомнить хотя бы название площади серых братьев. По-датски оно звучит как... Мало у кого получается повторить это с первого раза. Я помню, на первом уроке датского языка я даже расплакалась от досады, потому что я, конечно, услышала, как это произносится. Но чтобы повторить эти странные звуки, мне потребовалось как минимум два месяца интенсивных тренировок и фонетическая разминка. Действительно, чтобы научиться выговаривать датские звуки, вам придется делать разминку артикуляционную и учить свой род двигаться новым для него способом. Сами датчане обожают подшучивать над собой, и они открыто признают, что датский язык — это разговор с горячей картошкой во рту. Девятый забавный факт — в датском языке есть слова, которые состоят из одной буквы. Например, «ы» — это остров, а «о» — это ручей. Ну и, наконец-то, десятый пункт. В датском языке есть сложносоставные слова, и прочитать их с первого раза бывает очень сложно. Давайте посмотрим на слово «тибе райсет лелесе». Что же это такое? Это документ, который выдают человеку, который подался на временный вид на жительство, ВНЖ, и ждет решения. Процесс ожидания может занять до пяти месяцев, а иногда и десять месяцев, но бывает, что этому человеку нужно выехать в родную страну. Тогда ему в паспорт ставят специальную визу, которая и называется «тибе райсет лелесе», то есть разрешение на возвращение. «Тибе» — это обратно, «райсе» — путешествие, «телелесе» — разрешение. Лайфхак! Чтобы переводить эти слова правильно, нужно начинать с последней части слова. Именно она является ключевой. Ну и, конечно, важно правильно произносить такие слова с определенной мелодией. Сейчас покажу. «Тибе райсет лелесе». «Тибе райсет лелесе». И еще один пример. «Колоний Хэлхус». «Колоний Хэлхус» — это маленький дачный домик. Обычно он стоит на скромном участке. То есть это не настоящая дача, а может быть в пределах города. Такой крошечный участок с маленьким домиком, где вы можете хранить свой садовый инвентарь. Также можете там поставить стол, стул, и на этом площадь домика закончится. Они в датском языке называются «Колоний Хэлхус». Ну вот и все, друзья. Напишите в комментариях, какой факт показался вам самым удивительным. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До скорой встречи! Пока! Хай!